Сегодня в Белгороде прошло выездное координационное совещание по обеспечению правопорядка в Белгородской области. В его рамках губернатор Евгений Савченко, мэр города Сергей Баженов, члены правительства области, руководители правоохранительных органов, посетили экспертный криминалистический центр, а также ознакомились с работой дежурной части ОМВД России по Белгороду. Итоги в репортаже Надежды Дурневой. Следы от обуви, пальцев и ладоней, волокна, металлы, почва, голос, почерк и ДНК. Вещественные доказательства, найденные на месте преступления, могут сыграть важную роль в раскрытии дела. Убийства, кражи, грабежи. Без помощи экспертов-криминалистов в расследовании не обойтись. Ведь от их взгляда порой не спрячутся даже самые незаметные отпечатки. Чтобы исследовать вещдоки, необходима соответствующая материальная база, которой с недавнего времени пользуются белгородские криминалисты. Нам дали возможность работать эффективно по приобретению самого оборудования современного. Вы видите, у нас есть практически все, что стоит на вооружении даже ведущих зарубежных стран. Криминалистический центр ОМВД России по Белгородской области – самое крупное экспертное учреждение в регионе. Новое здание структурного подразделения полиции было введено в эксплуатацию в 2007 году. При помощи современных методов исследования здесь проводится несколько десятков видов экспертиз. Развиваются и новые направления. Одно из последних – строительно-техническое. Это новое направление. В структуре МВД нет этих экспертов. Мы пошли по этому пути. Ну, конечно, шишек уже набили, потому что если нету в Москве, а мы идем по этому пути. Правильно. Мы пошли правильно. Люди имеют допуск на право производства экспертиз. И получается, каждая строительная экспертиза – это обман на 30% превышен. Помогают в раскрытии преступлений 138 сотрудников. Из них 4 – доктора наук. Биологическая и фоноскопическая лаборатории – одни из передовых в стране. В отделе специальных экспертиз проводится анализ наркотических веществ, алкогольной продукции, спиртосодержащих жидкостей, а также исследование продуктов питания. Последнее направление, по словам руководства центра, требует развития. Ведь многие продукты, привозимые из других регионов магазины города, не соответствуют ГОСТу. Губернатор области Евгений Савченко дал поручение поставить ситуацию на производственном рынке на особый контроль. Продумайте систему ГОСТу. Проведите такое совещание, выработайте алгоритм вообще. Недельно порядка на продовольственном рынке. Я говорю, 70% молочных всех продуктов у нас квалифицированы. Те, которые идут, естественно, из-за пределов области, не наши товаропроизводители. А это уже дежурная часть ОМВД России по Белгороду. Сюда стекается вся информация, поступающая на телефон 02. Затем оперативные дежурные передают данные в отделы полиции для дальнейшего разбирательства. В среднем за сутки поступает по телефону 02 около 400-450 сообщений. Из них в пределах 200 это те преступления или правонарушения, которые, согласно наших требованиям, мы регистрируем. И наши выезжают или следственная оперативная группа, или на ряды строевых сторон и полиции. Чтобы ускорить выезд на место преступления и отработку правонарушения, здесь создали интерактивную карту. Такая идея была воплощена в жизнь по инициативе мэра Белгорода Сергея Баженова в прошлом году. На сегодняшний день на вооружении более 10 тысяч камер наружного видеонаблюдения. Для обеспечения безопасности сотрудники полиции используют новейшие технологии. Одно из них – система «Аркан». Современное устройство слежения позволяет операторам всегда знать, где находятся экипажи. И направлять к месту происшествия те, что находятся ближе всего. Подобные механизмы предлагают внедрить и в жетоны полицейских. Нагрудный знак, патронный постовой службы, чтобы он был оборудован системой ГЛОНАСС. И тогда мы могли бы его видеть. Глава региона одобрил предложение. Евгений Савченко поручил городскому ОМВД совместно с администрацией областного центра найти возможность реализации проекта. После посещения объектов состоялось совещание по обеспечению правопорядка в Белгородской области. Оно прошло на базе регионального ОМВД. Его провел губернатор области Евгений Савченко. Говорили о состоянии правопорядка на территории региона и принимаемых мерах по усилению борьбы с преступностью. Надежда Дурнева, Дмитрий Ерема. К этому часу Белгород.